Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кейк. Меня зовут Ирина и сегодня я с вами поделюсь своими покупочками от бренда Герлен. Если вам интересно узнать, что же я купилась и какое у меня сложилось мнение, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Вон, вон, туда! Вон, вон, туда! Как делают продукты, какое качество. От ароматов я просто вообще схожу с ума. От метеоритов, вы знаете, я тоже просто в дурмане в каком-то нахожусь. И в этот раз я хочу вам сказать то, что не обошлось без покупок. И я купила себе летнюю коллекцию метеоритов Герлен. Они также посвящены 30-летию метеоритов Герлен. И на самом деле я хочу вам сказать то, что я ни капельки не сожалею о том, что я начинаю потихонечку коллекционировать какие-то просто такие вот замечательные, ну, я не знаю, творения дома Герлен на самом деле, потому что метеориты это отдельная история. Я могу о них говорить часами, насколько они мне нравятся, насколько они универсальны, уникальны в своём исполнении. О том, что больше подобных продуктов я ни у одного бренда не встречала. И уж поверьте мне, моя жаба, которая меня всегда душила изначально о том, чтобы купить себе какие-то шарики, пудру, которая блестит, которая стоит столько много денежек, я всегда думала то, что нет, я не куплю. А сейчас я не могу остановиться, потому что когда ты пробуешь метеориты, даже из постоянной коллекции, ты хотя бы один раз на себя наносишь, ты понимаешь, насколько это универсальный и классный продукт. Возвращаясь вот к этим метеоритам, чтобы долго просто не затягивать данное видео, они выполнены абсолютно в такой же розовой разбелённой упаковочке, где написано «Метеориты». Сверху написано, если вы будете видеть, то, что они праздничные, посвящены 30-летию метеоритов Герлен. И у меня нет слов, 30 лет метеоритам Герлен, и ни разу, мне кажется, данная марка, она не упала лицом в грязь и не произвела какой-то некачественный продукт. Выполнены они вот в такой вот железной упаковке, насколько мне известно, и чтобы как-то вас не обманывать, насколько я помню, когда я читала, то, что вот эта упаковочка, она повторяет точь-в-точь первую упаковку, которая была сделана, собственно говоря, были сделаны эти метеориты, они были абсолютно в такой же упаковке, розовой, но та, по-моему, первая упаковка, она была из картона, а эта сделана у нас из металла. Тут сделана гравировка метеориты 87, если будет видно, конечно же, и открываю упаковку. Сейчас она очень туго открывается, и это здорово, потому что, ну, ситуации бывают у нас в леверках разные, иногда просто может упаковка упасть, да. Сверху идет, ну, по-моему, мнению, это немножечко Герлен здесь сплошевали, можно было сделать какую-то более интересную упаковку. Здесь такой обыкновенный резиновый спонж. Спонж не резиновый, такой, знаете, спонж, которому очень удобно наносить тональная основа, ну, мне так кажется. И вот этот вот спонжик, я его боюсь открывать, он весь пропитан метеоритами. Вот такие метеориты, они все блестят, я надеюсь, будет видно, я постараюсь сделать видео поближе. Вот такой вот абсолютный спонжик, который, мне кажется, ну, можно было сделать немножко получше. И здесь вот такие вот метеориты, они шикарные, честное слово. Они выполнены у нас в таком вот приглушенном бежевом цвете, в белом цвете, приглушенном таком кораллово-розовом цвете. Я постараюсь правильно эти цвета взять, потому что они все максимально разбеленные. И маленькие, и бежененькие шарички. Они очень разбеленные, они очень блестючие, я могу сказать. То, что они очень хорошо блестят, как хайлайтер, конечно же, это использовать, ну, будет не камильфо, потому что хайлайтер, он немножечко другой, свечение он дает совершенно другое. Здесь же закрепление метеорита, это закрепление именно вашего макияжа, финишный этап. Он придает определенным, под определенным светом, да, там, в вечернем свете, при дневном свете совершенно разные картины на лице. При дневном свете, если на вас просто будет солнце светить очень-очень ярко, вы будете похожи на софит, вы будете вся блестеть. Я нисколько не смущаюсь данного блеска на своем лице, потому что я получаю грандиознейшее удовольствие от пользования данных метеоритов. Я поглощена вот этот аромат фиалки, который представлен в метеоритах. Мне нравится то, что макияж после нанесения метеоритов, он не окисляется. И это на самом деле очень здорово. Ваша тональная основа, ваша пудра, она не поменяет цвет, она будет такая же, как вы наносили ее изначально. Очень мне понравились данные метеориты. Конечно же, я их попытаюсь снять еще вам один разочек, может быть, видео полностью посвящать метеоритам, но на самом деле я здесь максимально довольна от того, что я их приобрела. Сейчас, не знаю, присутствуют они на сайтах и онлайн, в магазинах или нет, но если вам получится попытать удачу, конечно же, приобретайте. Я всем настоятельным девочкам рекомендую, чтобы у вас на туалетном столике стояла такая замечательная красота. Здесь их 25 грамм данных метеоритов, но я осталась в диком восторге и получаю, еще раз говорю вам, неизгладимое удовольствие после использования данных метеоритов. Второй продукт, который я купила от марки Герлен, это подарок моего супруга, это аромат Аквалегория, пьергранит называется, здесь объем 75 миллилитров, насколько я знаю, это в России представлен только в таком объеме, самый максимум и минимум, это туалетная вариация туалетной воды. И здесь флакон, на самом деле, очень классный. Чем он классный? Сейчас вам объясню. Я когда увидела данный флакон, я просто немножечко одурела, насколько он шикарный, посмотрите. Вот это вот золото под золото, то, что сделано плетение, здесь нарисована пчелка, да, и вот сама вот эта вот водичка, ну это просто шикарная. Я не знаю, я не могу вам ничего сказать плохого о доме Герлен за исключением некоторых продуктов. Сам аромат это мой любимый фрукт. Это тот фрукт, который, мне кажется, я готова кушать постоянно. Я его готова вдыхать, мне нравится, как он пахнет, мне нравится масло данного фрукта. И тот, кто меня смотрит, тот, кто меня знает, вы сейчас поняли, о каком фрукте я говорю, я говорю вам о фрукте Грейпфрут. Я очень сильно люблю этот фрукт, на самом деле, мне кажется, он сладко-кислый, и чем-то он напоминает меня. Для кого-то я бываю вкусно, а для кого-то я невкусно. Вот это мой второй Грейпфрут. Я, наверное, из фруктов была бы Грейпфрутом. Этот аромат, вот здесь вот я вижу чёткий аромат Грейпфрута, который свежий. Здесь присутствуют цветы, и мне кажется, это бергамот. Здесь присутствует немножечко совсем лимона, совсем, знаете, вот так вот чуть-чуть сбрызнули лимон. Немножечко я чувствую кожу, потому что он такой очень к телу. Этот, он не очень шлейфовый аромат, мне кажется, вот он где-то будет вокруг вас. Он замечательно играет на коже, по крайней мере, на моей. Это, вы знаете, вот когда я его на себя наношу, мне кажется, я вот с ним просто сливаюсь, я его немножечко на себе ощущаю, но это ощущение очень приятное. Он дорогой. Это цветочно-цитрусовый аромат, но он не относится к таким, знаете, каким-то комботикам, которые вот вы брызгаетесь и не понимаете, что на вас. Это достаточно очень дорогой по мне аромат. Мне очень сильно нравится. Здесь, мне кажется, даже присутствуют нотки осматуса. Может быть. Может быть, я не права. Пирамиду я не смотрела, к сожалению, я не подготовилась и не узнала, кто является производителем данного аромата, кто здесь парфюмер. Попытаюсь сейчас быстренько прочитать на упаковке, но, увы, я нигде не вижу, где здесь написан парфюмер. Ну, ничего страшного. У меня будет еще одна уникальная возможность почитать о моем любимом бренде, о Герлене. Я люблю читать, когда описывают ароматы именно Герлен, да, и когда они рассказывают, что было сподвигло парфюмерам сделать данную композицию, данные ароматы. Могу сказать то, что мой супруг, он угадал, на самом деле, с этим ароматом, и этот аромат он не купил, потому что у меня не получилась дружба с лакостом. Он мне сказал то, что, по-моему, я нашел твою марку для парфюмерии, это Герлен, и мне кажется, то, что нужно покупать именно оттуда, я не прогадаю. На самом деле, да, он не прогадал. Очень сильно мне нравится данный аромат, достойный аромат. Еще раз повторюсь, это фруктово-цветочный, дорогой аромат, который меня устраивает абсолютно во всем. Как он играет, как он шлифит. На одежде он держится достаточно долго, это по моему мнению. Я готова его вдыхать и вдыхать. Здесь, конечно же, это очаровательная пчелка. Флакон выполнен просто универсально, уникально. Мне нравится здесь вот эта розовенькая водичка, которая сейчас как раз на летний, даже осенний период, будет очень здорово смотреться на мне. Так что вот так вот. Хотела с вами поделиться своими покупочками от дома Герлен. Если вам, конечно же, понравилось данное видео, поддержите меня пальчиком вверх, пишите свои комментарии, кто пользуется, кто любит дом Герлен, что вы там любите, советуйте. Может быть, я что-то к чему-то присмотрюсь из декоративной косметики, либо из какой-то парфюмерии. Может быть, не стоит обратить внимание. Да, если у вас есть какие-то предложения о съемке видео, если вам хочется, чтобы я сняла для вас определенное какое-то видео, конечно же, пишите в комментариях. Для вас постараюсь снять какие-то видео, может быть, какие-то обзоры хотите увидеть на моем канале. Пишите ваше предложение, я с удовольствием их, во-первых, почитаю, приму к сведению, и буду для вас стараться снимать более интересные видео, уже, конечно же, по вашим каким-то определенным запросам. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вам было со мной интересно и полезно. Подписывайтесь на мой инстаграм, там всегда я тоже для вас выставляю какие-то интересные новые посты. Всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. А мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина. Всем пока-пока!